Добрый день, дорогие друзья! С вами традиционный субботний аукцион 4M, Украина, Одесса, французский бульвар 33, Одесская французская студия. Студия 4M. С вами арккуратор Алик Петров. Сегодняшний аукцион у нас благотворительный. Наш аукцион посвящен сбору средств. Чуть позже мы расскажем, для чего мы собираем эти средства. Проводится он под эгидой Одесского регионального отделения Национального союза журналистов Украины, председателя Работина Юрия Анатольевича. Привет! Поздравляем вас, прежде всего, с профессиональным праздником, прошедшим, прошедшим и с юбилеем, 60-летия союза журналистов Одесской области. Все пожертвования, сделанные в обмен на лоты, будут направлены на реализацию целевых программ, помощи творческим объединениям. Юрий Анатольевич позже расскажет, мы ему предоставим слово. Зарегистрироваться и сделать ставки вы можете прямо в прямом эфире, сейчас идут по нескольким каналам трансляции прямых эфиров и по телефону 38-063-643-9141, либо на сайте нашего аукциона 4mdefisgallery.com. На аукционе выставлено 10 работ. Была предаукционная выставка, которая длилась в течение недели. Все желающие могли с ними ознакомиться. Постепенно в результате аукциона мы будем перемещаться к каждому лоту и рассказывать о нем, об авторе, и о том, что, говорится, сделал автор до и после своей работы. Какие у него выставки сейчас проходят, если идут. Все 10 работ, которые представлены здесь, большую их часть, было передано председателем Национального союза художников Одесской области, заслуженным художником, Горбенко Анастолием Александровичем. Копии картин были предоставлены Воронину, художнику-акварелисту. Несколько копий моих работ будет представлено. Это предоставила галерея Капучино и галерея 4m. И отдельная благодарность художнику Буланному Владимиру Порфирьевичу и его семье, супруге Ольге Владимировне, за предоставленный лот картину «Черная зирка». Каждая из работ, выставленная на аукционе, рассказывает о направлении творчества одесских художников. Доминирующей темой аукциона стали натюрморты и цветы. Что объединяет эти работы? Прежде всего, то, что эти работы созданы одесскими художниками. Итак, я предоставляю слово нашему гостю Юрию Анатольевичу Работину. Расскажите пару слов о том, на что пойдут сыграть. Хорошо, еще хотел бы пользоваться случаем, что нахожусь в вашей прекрасной студии. Поздравить всех наших коллег-журористов с прошедшей первой, шестой и девушкой праздником. Днем журориста пожелать счастья, любви, здоровья, благополучия, мирного неба и творчества в нашей жизни. Здесь представлены действительно очень уникальные, хорошие работы. Я хотел бы сказать большое спасибо моему коллеге, народному художнику Калина Горбенко Анатолию Александровичу, который предоставил, и мы решили так совместными усилиями, знаете, в этом году 60-летие национального союза журналистов Украины. И плюс мы проводим 20-й зале национальный конкурс украинского МОО «Иднамя». Если действительно будут желающие приобрести эти работы, мы сможем реально средства потратить или израсходовать на проведение этого мероприятия и, естественно, оказать реальную помощь, пассивную помощь нашим ветеранам, которых у нас много есть, много есть, они заслуженные люди, они более 50-60 лет отдали средства массовой информации, знаете, это будет, потому что многие вышли в пенсию, мне, знаете, очень низкие. Вот 6-го числа я проводил мероприятие в офисе Союза, потому что ваши представители были, но пришло где-то более 100 человек, приятно было, что люди приходят, они знают, что есть Союза Украины, но в другой момент можно подставить им творческое плечо, каким-то образом помочь, потому что много на сегодняшний момент лежачих больных, люди преклонного возраста, люди с травмами, люди с переломами шейки бедра, надо просто заботиться о них. Естественно, знаете, это недостаточно, но я хотел бы, чтобы на это внимание обратили наши власти, которые городской среды, областной среды, администрации, национальный союз, журналисты чем более, тем помогают, но это, как говорится, целым капром моря. Хотел бы, чтобы действительно общество, государство заботилось о творческих людях, которые работали там. То же самое вот, где-то около, меньше месяца назад, одесская киностудия отметилась в столице. Приятно, это было действительно про радио, вспомнили всех ветеранов, вышли под бурные аплодисменты. На этой одесской киностудии я тоже молодые годы каскадерничал, когда ушел с областного радио, два года здесь работал с нашими ребятами. В группе Валера Заварского, Владимира Юрьевича Жарикова. Это было в нашей жизни, мы хотели, знаете, помогать всем. Творческих людей в Одессе много, и мне очень приятно, что городская власть, городская голова, проводит ежегодный конкурс в Одессе культурно-сталлице. Она так и я, потому что, знаете, даже вот сегодня проходит серьезное мероприятие, уже второй день, завтра подведение, то, в 20-й, я бы уже сказал, междуродная форма, украинская книга надещина. Сегодня, знаете, в каждой библиотеке города Героя Одессы проходит презентацию известных авторов со всей Украины. Выездное заседание в Билково. Знаете, приятно, что все-таки, знаете, в Одессу возвращаются культурное начало, и эти работы как подтверждение. Действительно, я хотел бы, вы правильно сказали, что вы о каждом из авторов сказали их биографии, как они добились, как они пришли к этой творческой связи. Это будет интересный рассказ, о некотором мы, художниках, расскажем более подробно, о некоторых чуть-чуть меньше. Мы хотели, чтобы их просто не забывали, потому что, знаете, многие художники иллюстрируют книги наших журналистов и писателей. Это здорово, это прекрасно. И хотел бы, может быть, со временем, совместным усилием, и затем какой-то интересный каталог известных художников и журналистов, чтобы оно было поедрано было в сих пор сих. И с юз архитекторов, и дизайнеров, и композиторов. Ну, кстати, некоторые из копий работ, это бурд-акурильист Воронин, он был зам главного архитектора Одеса в Союзе. То есть мы уже в какой-то степени пересекаемся. Да, видите, мы пересекаемся. Тем более мы живем в одном прекрасном городе, в Герое Одессе. Знаете, приятно было сегодня на открытии и презентации книг у них своих коллег-нурлистов, которые многие годы мы где-то не видели, или где-то кто-то уезжал. Приехали люди, которые жили здесь, но уехали жить за границу, вернулись, и действительно представили читателям, зрителям свои работы. Здорово. Я, знаете, хотел бы сказать еще раз спасибо. Спасибо вам, вашей студии, Союзу художников, что они первые из творческих союзов открытывались на это. Я помню, когда лет 20-30 назад вместе с Союзом художником все серьезные мероприятия проводили в Доме ученых, в Доме науки и техники, в Французском дворце. Это было. Ну вот мы, знаете, возвращаем ту забытую славу, которая была. И совместные усилия мы действительно сделаем это дело. И как-то, знаете, чтобы памяти людской, потому что кто-то ушел из жизни. А работа их живет. Ну, в новом формате будем возрождать проекты. И мы к этому проекту залучаем дипломатический клуб, который находится на коронах нашей области. И мы совместно будем это дело делать теми представителями других государств, которые находятся на территории нашего города. Мы поблагодарим Юрия Анатольевича, отпустим его и продолжим нашу. Спасибо. Итак, мы продолжаем. Первым лотом в нашем аукционе это работа «Друзья». Художница Тушевская, Татьяна Викторовна. Вот она. Я попрошу наших операторов сделать более крупным планом. Итак, мы будем рассказывать о наших лотах. Лот на сайте зарегистрирован под номером 779. Художница Тушевская, Татьяна Викторовна. Работа называется «Друзья». Работа создана в 2016 году. Бумага «Акварель». Размер работы 23 на 31 сантиметра. Стартовая цена 200 долларов. Напоминаю, что по правилам нашего аукциона ставки кратны 10% от первоначальной стоимости. Если вы не успели сделать свои ставки во время прямого эфира, вы можете это сделать в течение 10 дней. Итак, ставки есть? Нет, не отвяжу. Там нету, да? Нет, только с этим нет. Хорошо. Мы попросим наших операторов укрупнить, сделать более крупным планом работу. Итак, если первоначальных ставок нету, мы переходим к нашему следующему оборудованию. Давайте я немножко расскажу о... Расскажу несколько слов о художнице Тушевской. Перейдем, как я расскажу о Татьяне Тушевской. Я хочу вам рассказать историю о том, как у нас был отбор работ для афиши аукциона. Для афиши аукциона за несколько недель до начала аукциона разгорелась спор и борьба, кто же будет на афише аукциона. Борьба была между работой «Натюрморт с колючками» Василия Крюкова и «Лидией Лазарцевой» гранатой. Мы решили, что каждая из этих работ достойна внимания и поставили коби на афише аукциона. Итак, Татьяна Тушевская, художница и дизайнер. Она гордится тем, что она ученица прекрасного художника-абстракциониста Игоря Башко. Основным направлением ее живописи – это абстрактный пейзаж. Здесь мы не видим абстрактный пейзаж, здесь мы видим деревенские афирморты. Хочется так и пошутить. Работа «Друзья» – купи друзьям друзей. Хорошая работа, достойна, оформлена. Я думаю, что она украсит любую коллекцию. Достаточно ироничная, добрая, нежная работа. Татьяна работает в студии живописи «Штрих». И большую часть своего творческого времени тратит на работу с детьми. Итак, я хочу спросить у наших операторов, есть ли у нас ставки. Нету ставок. И в данный момент ставок нету. И мы переходим ко второму нашему лоту. Напоминаем, что Сушевская Татьяна Викторовна, работа «Друзья», бумага «Акварель 23х31», 2016 год. Стартовая цена 200 долларов. Номер лота 779. Если ставок нету, то мы переходим к следующему нашему лоту. И это художник лысых. Лот номер 780. Я попросил бы крупнее приблизить. Лысых. Работа называется «Лодки в море», бумага «Акварель». Работа оформлена. Размер работы 24х18. Работа написана в 1995 году. Стартовая цена 1500 долларов. У художника лысых мы не можем рассказать более подробно, как о других художниках. Информации у нас, к сожалению, нету о нем. 100500 долларов, да? 100500 долларов ставковая цена. Для тех, кто заинтересован, мы просим делать ставки на нашем сайте, либо на фейсбуке, либо по номерам телефона. 38063-643-9141, либо на сайте 4mdefisgallery.com. Итак, прекрасные лодочки в утреннем море, в бухте стоят. Вполне достойная работа, которой уже 25 лет цена дешевле и быть не может. Стартовая цена 150 долларов. Номер лота 780. Есть ли ставки? Ставок нет. Хорошо, мы переходим к следующему нашему лоту. Лот 781. Художница Лазарцевой Лидии Викторовны. Работа называется «Гранаты». Работа написана в 2017 году. Размер работы 45 на 56. Стартовая цена 440. Картина ранее выставлялась в 2016 году на выставке «Море акварели» и выставочном зале «Союза художников». Сейчас проходят групповые выставки художницы Лазарцевой. Немножко расскажем о художнике. Художница закончила Грековку. После окончания Грековки поступила в Строгановку. И после окончания Строгановки вернулась в Грековку в качестве преподавателя. Лидия Викторовна заведующая отделением художественного оформления среды художного училища Линия Грекова. Ранее отделение декоративно-прикладного искусства. Член творческого объединения «Золотая планета». Участник областных и всеукраинских международных выставок. Мы делали предаукционный анонс и интервью с Лидией Викторовной. И она более детально рассказывала о своем творчестве, о том, что она делает. Для тех, кому это интересно, можете посмотреть либо в Фейсбуке, либо на Ютубе это интервью. Итак, напоминаю, что стартовая цена лота 781 – 400 долларов. Работа называется «Гранаты». Бумага-акварель 45 на 56 сантиметров. Работа очень интересная. Акварель – одна из самых сложных техник. Художница в своей работе показала мастерство. Она очень часто экспериментирует с акварелью. Так что всем желающим вы можете приобрести, если вы не успеваете сделать ставки во время прямого эфира, вы можете сделать их чуть позже, в течение двух недель. Работы будут храниться для пост-аукционной продажи. Следующий лот – 782. Художница Здоровицкая Оксана Юрьевна. Проянды. Бумага-акварель Белила. Размер работы 40 на 62. Работа создана в 2015 году. Оксана Юрьевна – член Союза художников. Закончила Мухина и Грековку. Летние розы, таль, переливающиеся в тепле и в свете летнего утра. Нежность. Нежность цветков и бутонов, которые вот-вот раскроются, они уже переливаются разными цветами. Работа очень нежная, выполнена в пастельных тонах. Первоначальная стартовая цена – 400 долларов за работу. Делайте ваши ставки в прямом эфире. Если вы не успеете сделать ставки, то вы можете это сделать в течение двух недель. Приходим к следующему нашему локу. Вот, 789, художник Погребная Ольга. Перед дождем. Прошу наших корпораторов переместить. Вот, 789, художница Ольга Погребная. Перед дождем. Холст, масло. 60 на 70. Работа создана в 2017 году. Стартовая цена лота – 450. Погребная Ольга Геннадьевна родилась в 1969 году в Одессе. С 1984 по 1988 год училась в училище имени греково-художественном. Начала свою творческую деятельность и выставлялась в процессе учебы. Участвовала в всеукраинских и областных городских выставках. Член Союза художников. Напоминаю, что все работы, которые представлены на нашем аукционе, художники являются членами Союза художников. Работает в жанре пейзаж «Портретный терморт». Участвовала в арт-проектах «Старая Балта» 2016 год. «Фиеста» в 2015 году и 2016. В 2019 году персональная выставка «Калейдоскоп души». И продолжает живопись и скульптуру. Преподает живопись и скульптуру в центре эстетического воспитания тропиком. Итак, напоминаю, что это лот 789. Стартовая цена 450 долларов. Работа достаточно большая. Просторная. Чувствуется масштаб. Пустоты пляжа. Уединение. И передает настроение, за которое мы все скучаем, когда приходим на море. Хочется поменьше людей на море. Итак, делайте ваши ставки. Стартовая цена. Номер лота 769. Стартовая цена 450 долларов. Следующий лот. 788 художник Буланный Владимир Прокофьевич. Чёрное зеркало. Чёрное зеркало. Всей семье супруги Владимира Порфирьевича. Итак, Владимир Порфирьевич Буланный относится к числу одесских художников, которые формировали собственные творческие принципы. В так называемом пространстве отечественного авангарда в 70-х годах, прошедшего столетия. Родился в Буланный живописной Черниговщине. Профессию художника овладел в стенах Одесского художественного училища имени Грекова, где познакомился с будущими друзьями и единомышленниками. После окончания военной службы вернулся в Чернигов в 80-м году, переезжая в Одессу и начинает свое направленное монументальное декоративное творчество. Его произведения выставлялись не только в Украине и на территории бывшего Советского Союза, но и уже в современные дни во Франции, в Германии. С 1995 года он становится членом национального союза художника, предпочитая монументальные проекты с танковой формой живописи. Это одна из немногих работ, которую художник исполнил в его понимании в небольшом формате. Итак, напоминаю, что лот номер 788, стартовая цена 450, чернозирка, бумага, смешанная техника, 45 на 37, работа создана в 2007 году. Работа очень достойна и заслуживает внимания коллекционеров. Очень хорошая работа. Следующий наш лот 785, художник Крюков Василий Иванович. Натюрмурт с колючками. Стартовая цена лота 800 долларов. Хумус маслом, размер 84 на 60, работа создана в 2012 году. Художник создал работу достаточно в оригинальной манере. Прекрасный представитель Одесской школы абстракции. Он хороший абстракционист, достаточно известен в нашем городе. И стоит обратить внимание на его работу. Казалось бы, что может быть трогательного в колючках? Но даже в этой работе художник пережил всю утонченность и хрупкость высохшего клуба. Натюрмурт передает свою утонченность, техникой гряза подчеркивает теплоту оттенка. И мы не боимся уколот за колючками. Мы хотим прикоснуться к творчеству художника Василия Ивановича. Нам нравится ваше искусство и творчество. Итак, пару слов о Василии Ивановиче Крюкове. Напоминаю о лоте. Лот 785. Ставки вы можете делать на Фейсбуке. На сайте нашего аукциона. 4mdefizgallery.com Либо по телефону, который указан в описании. Крюков Василий Иванович родился в 1960 году в селе Октябрьской и Николаевской области. Окончил Одесский государственный педагогический институт имени Ушинского в 1986 году. Преподаватель по специальности герамян, недошитка в факультете живописи. Эволюционировал от условно-фигуративной живописи к классическому признакам постимпрессионизма позднего, экспрессионизма, авторакционизма и постмодернизма. Основной жанр – пейзаж. Член Национального союза художников Украины с 1993 года. Работал художником-оформителем в Одесском «Опыт на экспериментальном заводе» в 1981-1988 годах. По окончанию учебы начал творческую работу и участвовал в выставках городских, областных и республиканских 1988 года. Мы не перечисляем все выставки художников, выставленных на нашем аукционе. Это достаточно большой и долгий перечень. Практически у каждого из этих художников заключали сотни выставок. Основные выставки проходили у него в 1989 году в Стокгольме и в Германии, в Одессе в 2001-2011. Перечень основных произведений мы проведем лишь несколько. Это «Шакалы», «Яхты», «Рыба», «Коррида», «На страже», «Мой двор», «Улица». Живет и работает художник в Одессе. Все художники – это одесские художники, которые представлены на нашем аукционе. Итак, напоминаю, что лот 785, художник Крюков, надер морд с колючками, холст на стол, размер работы 84 на 60, дата написания работы 2012 год. Переходим к следующему нашему лоту. Василенко, я попрошу наших операторов навести на лот. 784 лот. Художник Василенко Владимир Сергеевич. Квитивцы в саду. Бумага, тушь, акварель. Размер работы 60 на 43. Работа написана в 1964 году. Творческая манера всегда индивидуальна. Это как почерк. Он у каждого свой. Стартовая цена – 450 долларов за работу. Работа достойна внимания не только коллекционеров, но и тех, кто хотят украсить свой интерьер. Она живая. Она движется. Она не статичная. Хочется в нее зайти в этот сад и окунуться в то солнечное тепло, которое переливается на листьях, лепестках изображенных цветов. Итак, просим делать ваши ставки. Стартовая цена – 450. Номер лота – 784. Яркие, солнечные, нежные оттенки передают всю гамму настроения чувств художника, создающих эти произведения, несмотря на то, что эти работы созданы на бумаге, они живы. Живые. Живые. Делайте ваши ставки. Следующим лотом на нашем аукционе представлен аукцион 787 художницы Талмак. Талмак Людмила Петровна натёрнула холст маслом 70 на 41,5. Работа создана в 1997 году. Стартовая цена лота – 450 долларов. Что может быть прекрасней чашки утреннего кофе рядом с букетом цветов? Это украсит любое помещение и всегда наполнит ароматом свежесваренного кухня. Делайте ваши ставки в прямом эфире. Если вы не успеваете сделать это в прямом эфире, то вы можете это сделать по истечению 10 дней. Работы будут храниться у нас и также вы можете с ними ознакомиться. Номер лота – 787, стартовая цена – 450 долларов. Смотрю по реакции наших операторов. Ставок нету, мы перебегаемся дальше. Следующий лот – это Скоробогатов художник. Номер лота – 783, хризантемы, бумага, пастель, размер работы 70 на 50, 2000 год, стартовая цена – 400 долларов. Очень нежные, нежные хризантемы, которые часто мы можем встретить в наших садах. И японские хризантемы крупнолистные. Художник также оставил в качестве своего автографа две кисти. Я так понимаю, что, скорее всего, что изображал он свою мастерскую на заднем плане. Мы видим раны, либо подрамники художника, которые еще не успел натянуть. А может, он уже их и написал, но оставил для нас это загадкой. Итак, номер лота – 783, художник Скоробогатов, надем морд, хризантемы, бумага, пастель, а размер работы 70 на 50, 2000 год, стартовая цена – 400 долларов. Делайте ваши ставки. Вы можете сделать это и в течение 10 дней. В нежных цветах на картине можно увидеть частичку любви, хризантем, тепло осеннего солнца. В летних цветах мы чувствуем игру тени и шелест листвы за окном. Уходящие теплые дни в ожидании осени, которая всегда напоминает ему прохладу. Итак, делайте ставки. Номер лота – 783. Ждем ваших ставок. Итак, дорогие друзья, мы переходим к следующему разделу нашему аукциона. Я попрошу операторов перенести камеры на центральную часть нашей студии. И следующие лоты, которые мы будем рассказывать, это будут копии картин одесских художников. В этой серии будут представлены первоначально копии картин акварелиста Воронина. Я вам более детально расскажу. Это видео Одессы. Каждая из копий этих работ по две. Сейчас первая представлена Атланты. Мы все знаем одесские. Один из символов Одессы – это Атланты на Гоголе. Работа написана в 1995 году. Стартовая цена – 200 гривен. Всего будет три лота по две копии. Цены у всех одинаковые, достаточно демократичные. Напоминаю, что все собранные средства пойдут на помощь ветеранам журналистики и других благие делам, кто требует помощи в творческие объединения. Итак, несколько слов о Владимире Васильевиче Воронине. Он родился в Бакуу и учился в Бакинском художественном училище. В 1956 году закончил архитектурный факультет Азербайджанского политехнического университета. После десяти лет работы ведущим архитектором в городе Воронеже переехал в Одессу и занимал должность заместителя главного архитектора города Одессы. По его проектам построены жилые здания и военные сооружения во многих городах бывшего Советского Союза. Почти все командировки сопровождались акварельными зарисовками и этюдами. Акварели Владимира Воронина находятся в частных коллекциях на всех континентах нашей планеты благодаря туристам, которые увозили на память Лиды Одессы. Итак, делайте ваши ставки, становитесь владельцами, счастливыми владельцами копий работ акварелиста Воронина. К сожалению, Воронин уже не с нами, он скончался несколько лет назад. Мы с ним дружили, он прекрасный человек, его часто можно было встретить на Соборной площади, где он писал виды Одессы. И следующим лотом это оперный театр. Одесса, 2005 год, цена 200 гривен. Напоминаю, что на нашем аукционе представлены по две копии оригинальных работ художника. Все свои работы в качестве копии он мне передал более 15 и 10 лет назад, когда мы с ним сотрудничали в Арбельском центре и я занимался продвижением роботов. С тех пор я, напоминаю, стараюсь популяризировать его творчество по мере своих возможностей. Итак, оперный театр Одесса. Прекрасный подарок гостям нашего города. И турист может увезти их на память себе. Следующий лот, тоже известный, одесский бренд, это Потемкинская лестница. Творчество Владимира Васильевича всегда отличалось его оригинальностью. Вроде бы, что можно сделать оригинального с Потемкинской лестницей? Ничего. Но не на настроении. Ему особенно удавались изображать улицы города после дождя. У него прекрасные работы. Саваннеев мост, памятники Екатерины. Он очень любил отображать мокрой акварелью город после дождя. Итак, Потемкинская лестница. Работа была написана в 2004 году. Сцена копии 200 гривен. Торопитесь, всего лишь только две копии. Кто первый успеет позвонить, тому они и достатутся. Итак, следующим лотом мы переходим. Это копии картин вашего покорного слуги. Ранее мы уже предоставляли одну из этих копий. Копии картин художника Али Каветтова. Цветы в сентябре. Работа написана в 2010-2011 году. Размер 40 на 50 оригинала. Копия стоит 1000 гривен. Напоминаю, что две копии. Не больше ограничены тираешь. Подписанный актер. В картина входит проект «Я подарю тебе букет» 2008-2017. И несколько слов о себе любимом. Родился я в 1971 году в Одессе. Пока вы любуетесь и делаете ваши ставки. В живописи я с 1989 года. Стиль мой фигуративный, абстрактный, постепрессионизм, постмодернизм, концептуальная, постиндустриальная живопись, нейронное искусство, концептуальная фотография. Работаю в галереях с 1985 года. Первая галерея, в которой я работал, была в США, в Нью-Йорке. Адс 937. Куратор проектов с 1997 года по настоящее время. За последние 10 лет я открыл более 11 галерий в разных городах. Напоминаю, что всего лишь только две копии сделаны. Оригинальная работа. Оригинальная работа хранится у одесских коллекционеров. Была приобретена, если мне не изменяет память, в 2016 году. Итак, вы можете стать счастливым обладателем копии картины. Картина стоит 1000 гривен. И следующий, и последний мод копии картины. Который оригинал этой работы выставлен в галереи 4М. Вы можете ее увидеть в оригинале. Работа называется «Хорошо собирать цветы в сентябре». 2011 год. 40 на 50. Цена 1000 гривен. Работа предоставлена галереей 4М. И пока вы наслаждаетесь и делаете свои ставки, напоминаю, несколько слов расскажу о том, с какого года я начал выставлять работы. Первая персональная выставка у меня была в 1989 году. Это квартирная галерея в Одессе. Потом у нас в Центральный дом художника в Германии, в Мюнхене. Ну и так далее. Выставки проходили в Тертиховской галерее на Крымском уголу, в Санкт-Петербурге, в Южной Песчаной галерею, в Мексике. В 2014 году во Франции. С 2014 года занимаюсь беспрерывной галерейно-некураторской деятельностью в Одессе. За последние 10 лет у меня было более 20 персональных выставок, групповые выставки сложно посчитать. Из знаковых выставок могу сказать, что 15-й год – Ричардс, Нью-Йорк, 17-й год – Гузей Западного и Восточного искусства. Ну, такие галереи, как 4М и Капучино. Негрех не упомянув, потому что в ней было проведено несколько выставок. Итак, наш аукцион подходит к концу. Дорогие друзья, я сегодня большую часть оставался за кадром. И это было сделано умышленно, потому что большое количество лотов, и нам приходилось перемещаться от одного лота к другому. Не совсем традиционный формат для нас. Но, тем не менее, думаю, что мы с ним справились. Ждем ваши отзывы, ждем продолжения вашей ставки. Уверен, что из числа наших зрителей и подписчиков станут собственниками, счастливыми собственниками. Картин, которые выставлены на аукцион. И все собранные средства в рамках этого аукциона пойдут на благое делать. Итак, с вами был арт-куратор Алик Ветров. Аукцион 4М, галерея 4М, студия 4М, галерея Капучино, арт-журнал «САВА». Одесса, Украина, танцузский ПРВА, 33. До новых встреч. Всем пока.